Battle Tots and Double Dragon, Чип и Дейл 2, Черный Плащ и много-много других игр вышло в 1993 году. Когда посмотрите это видео, обязательно посмотрите мой ностальгический ролик на тему того, в какие игры мы играли в 1993 году. Ссылку на него найдете в описании. Ну а мы начнем. Когда мы говорим о животных-хищниках, сразу приходят на ум какие-нибудь львы, тигры, крокодилы, медведи и другие животные. Как правило, они имеют довольно крупные размеры, но среди хищников есть животные, которые не отличаются огромными габаритами. Но от этого они не менее интересны. Вот о таких маленьких хищниках я вам и расскажу. Поехали! Перкорина. Маленькая рыбка, длина которой не превышает 10 сантиметров, проживает в водах Азовского и Черного моря. Она относится к семейству окуневых. Перкорина успешно охотится в ночное время. Предпочитает молодых бычков, беспозвоночных, ракообразных и тюльку. Эту рыбку вылавливают, но она не имеет большой ценности из-за своих размеров. Поэтому ее используют в производстве кормовой муки и удобрения под названием тук. Сокол-крошка. Среди пернатых также есть очень маленький хищник, который охотится с присущими ему грядцей, смелостью и выносливостью. Это сокол-крошка. На вид птичка очень похожа на своего крупного сородища, сокола, но имеет довольно скромные размеры. Их вес редко превышает 35 граммов, а длина тельца достигает всего 15 сантиметров вместе с хвостом. Питается этот хищник мелкими присмыкающимися и насекомыми. Он проживает в лесистой местности Америки. Также его можно встретить в Таиланде, Сингапуре, Индонезии и Малайзии. На острове Борнео проживает белолобый сокол-крошка. Он занесен в Красную книгу как близкий к уязвимому положению. То есть их популяция очень немногочисленная. Он встречается только в этом месте. Хищники есть не только среди животных, но и среди растений. Ярчайший и самый распространенный растительный охотник – росянка. Она произрастает практически на любом виде почвы. И на горных склонах, и на болотах, и в тропических лесах. Ареал распространения везде, кроме Антарктиды. Все представители этого рода питаются насекомыми. Поверхность их листиков покрыта мелкими волосками. А они, в свою очередь, клейким нектаром, привлекающим мух и мошек. Когда насекомые попадают в ловушку, листок вокруг него замыкается и поглощает все питательные вещества из добычи. Сегодня стало очень популярным иметь росянку в качестве комнатного растения. Стрекоза. Это самый удачливый мелкий хищник на планете. В большинстве случаев охота стрекозы увенчается успехом. 95% добычи, за которой они охотятся, попадают им в лапки. Насекомые хищники имеют довольно подвижную голову, 4 прозрачных крылышка, стройное удлиненное брюшко и усики-щетинки. Они очень активны, специализируются на ловле мошек на лету. При этом разные виды отряда распространены на всех материках, кроме Антарктиды. Ученые считают, что стрекоза играет важную роль в регуляции количества комаров, а водов и ряда вредителей сельскохозяйственных посевов. Но они также являются переносчиками яиц некоторых видов глистов. Муравей. Муравьи также прекрасны охотники. За считанные часы колонии этих насекомых способны употребить в пищу живую добычу. Особую опасность представляют кочевые муравьи, которые живут в тропиках и не оседают на одном месте на долгое время. Они постоянно кочуют в поисках пропитания. Если им на пути попадется слабое млекопитающее, они также могут его уничтожить в очень короткие сроки. Поэтому при встрече с многочисленной колонией кочевых муравьев лучше уносить ноги подальше. У меня на канале был версус про этих муравьев, посмотрите, он очень интересен. Также опасными считаются муравьи мирмики. Они достигают всего 5 мм в длину, но имеют опасное ядовитое жало, с помощью которого обездвиживают добычу, чаще всего без позвоночного. После этого они успешно забирают жертву к себе в логово и питаются ею всем коллективом. Ежик Вспоминая это животное, у всех перед глазами возникает милая детская картинка, на которую ежик на своих иголочках тащит яблочки и листочки. Но зверек из семейства ежовых – отличный охотник. Он может эффективно поймать и съесть мелких змей, лягушек, грызунов, слизней и насекомых. Если на своем пути он встретит выпавшего из гнезда птенца, то без лишних раздумий также употребит его в пищу. Ежи распространены везде, кроме Австралии, Южной и Северной Америки. У них маленький хвостик, широко расставленные лапки и плотные тела, покрытые острыми иголками и тонкими волосками. Охотятся преимущественно в ночное время. В основном питаются насекомыми. Про них на канале также был Версус. Домашний кот На первый взгляд, милое пушистое создание, которое вечерами греется на коленях у своего хозяина, не может быть одним из самых свирепых охотников. Но по статистике Общества по изучению млекопитающих в Британии, 9 миллионов домашних котов каждый год приносят своим английским хозяинам трупы в количестве 92 миллионов. 27 миллионов – это мелкие птицы. И это только трофеи, которые были замечены. Кошатники на своем опыте могут подтвердить данные такого исследования. А о ловкости и гибкости тела четырехлапого питомца можно говорить бесконечно. Ласка Несомненно, первенство в перечне маленьких хищников занимает ласка из семейства куньих. Она может весить до 200 граммов и иметь длину тела не превышающую 20 сантиметров. Это один из самых маленьких хищников в мире. Когда дело доходить до охоты, ласки очень агрессивны. За считанные секунды они могут лишить жизни кролика, который превышает их по размерам почти в 5 раз. Маленькие хищники охотятся не только на диких кроликов. Они способны убить небольшую амфибию или птицу. Они настолько сильно кусают, что у попавшей в их зубы жертвы могут треснуть кости. Про ласку у меня также был версус и все ссылки на эти версусы я закреплю в описании. Ну а на этом все. Вот такие вот маленькие, но грозные хищники существуют на нашей планете. Они только с виду выглядят милыми. Но как дело доходит до охоты, ими овладевает жажда крови и мяса. А я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока!